На выставке «Ожившая сказка» представлены работы как самых первых воспитанников студии кадрики детской школы искусств номер два, так и тех, кто недавно начал постигать основы этого искусства. Ребята у нас рисуют персонажей, фаны, какие-то детали, потом за станком, по сценарию они снимают все сцены, и потом у нас получается мультик «Ожившая сказка», поэтому выставка наша так и называется, и можно посмотреть, что из себя представлял наш мультфильм. Мультстудия кадрики существует уже четвертый год. Учиться туда приходят дети с семи лет. Целый год малыши учатся рисовать, постигают основы актерского мастерства, чтобы озвучить своих персонажей, изучают анимационные этюды. Например, разбирают, как падает шар или двигаются мышцы на лице человека. То есть рисуем портрет, допустим, из пластилина оживляем человеку рот, делаем простейший элемент, как глаза хлопают. На самом деле это очень сложно, но вначале проходим, допустим, как лист падает. Самыми первыми зрителями выставки стали воспитанники ближайших детских садов. Преподаватель кадриков рассказала им, что научиться делать мультфильмы может каждый ребенок. Для этого не нужно предварительной подготовки или специальных навыков. Надо просто очень любить мультики и хотеть их снимать. Работы воспитанников детской школы искусств номер 2 можно посмотреть в Центральной детской библиотеке имени Пушкина до конца весны. Сами мультики размещены на канале студии в Ютубе, без возрастных ограничений. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.